Беспрецедентная работа ГКНБ. Там узнали, кто убил Респека Акмадбаева 17 лет назад. Минобраз ничего не знал о морозах, поэтому учеников на онлайн перевели уже тогда, когда они пришли в школы. А еще столицу захлестнула очередная волна сообщений о заложенных бомбах. Об этих и других событиях расскажу в выпуске. Всем привет, друзья. Это не новости апреля и я, Олеся Цурикова. Снова бомбит. Сегодня в столице сообщения о якобы заложенных бомбах. Получили несколько школ. Под номерами 18, 31, 42, 48, 69, 72 и 80. Роддом номер 3, горбольница номер 2, детский сад, остров знаний и торговые центры ГУМ и Бишкек парк. На места прибыли сотрудники милиции, все оцепили, людей эвакуировали. Сообщения в итоге не подтвердились. На кадрах ученики школы номер 69. У вас наверняка возник вопрос, почему они были в школе, если Минобразование объявило об онлайн учебе. Вероятнее всего, учителя и дети, раз уж пришли, решили сегодня отучиться офлайн. На учебу сорвало сообщение о бомбе. Но для тех, кто не в курсе, рассказываю. Сегодня учеников столичных школ отправили на онлайн. Самое забавное, что муниципалитет сделал это в 8.15 утра, когда дети, собственно, добрались по забористому морозу и уже были в школах. Естественно, родители возмущены и потребовали разъяснений от Министерства образования. Почему, мол, не предупредили заранее? Возмущены и депутаты Чугуркуки Неша. Вы видите, какой сегодня стоит мороз. 215 тысяч учеников утром пошли в школу, а после их отправили домой на онлайн. В затруднительное положение поставили родителей. Почему нельзя было за день-два объявить об онлайн-обучении? Почему нельзя было приказ министра заранее направить? Кабинет министров должен предпринять меры и больше не допускать такого. И глава Минздрава ближе к полудню ответила, почему так произошло. Это просто блестяще. Сводка гидромедцентра была предоставлена поздно. Если вы посмотрите на сайтах, информация была опубликована примерно в 4. Кроме того, это решение Минобразование принимает не самостоятельно. Есть процедура совместно с МЧС, с анепидемстанцией. Согласно приказу, школы Бишкека на два дня уходят на онлайн-режим. В регионах штабы могут самостоятельно принять решение, если в здании температурный режим будет меньше 23 градусов. Потом передумали и добавили еще один день онлайн. Ну пусть так, но сама ситуация отчаянно нелепая. Мы не знали, что так будет. Давайте руку в гору в комментариях к тем, кто знал заранее, что этот день будет самым морозным. Например, еще в выходные прошлой недели или в ближайший понедельник. Ну или хотя бы вчера с утра. У всех же есть приложение «Погода» на смартфоне или компьютере. Но наш Минобраз был не в курсе. В МЧС, судя по словам Киндербаевой, тоже не догадывались ни о чем. Теперь возмущен Кыргыз Гидромет, который, кстати, при МЧС у нас работает. Вообще-то, говорят, мы об изменении погоды еще 5 декабря сообщили. Нечего тут всем головы морочить. Кыргыз Гидромет каждый день прилагает усилия, чтобы предоставить населению актуальную и достоверную информацию. Примером такой ответственной работы является штормовое предупреждение, выпущенное 5 декабря 2023 года. В этом штормовом предупреждении четко указывалось на резкое изменение погоды с 9 по 14 декабря с прогнозом температурных падений вплоть до минус 25 градусов по Цельсию в определенных районах страны. Кроме этого, 12 декабря в первой половине дня было выпущено еще одно уточненное штормовое предупреждение. Эти штормовые прогнозы были разосланы всем государственным органам и средствам массовой информации. Их растиражировали медиаресурсы страны и транслировали по телевизионным каналам. Но министру образования некогда телевизор смотреть, поэтому и узнали так поздно. Ну что вы в самом деле-то? Как бы там ни было, теперь ученики до пятницы пробудут дома. Не только в столице, но и некоторые в регионах, если температура в помещении опустится ниже 23 градусов со знаком «плюс». А это, вероятно, случится. А что в субботу? Те, у кого шестидневка, возможно, отправятся в школу, ибо станет чуть-чуть теплее. Детские садики, кстати, все это время работают в штатном режиме. По крайней мере, муниципальные и государственные. Но они охватывают слишком мало детей. Вот так плавно я перешла к пресс-конференции Минобраза. Из 988 тысяч малышей по всей стране дошкольные учреждения доступны лишь 220 тысячам. То есть 768 тысяч детей в садики не ходят. Всего в Кыргызстане сейчас 1714 детсадов. Чтобы охватить всех малышей страны, нужны еще 2746 садов. Ну, то есть в полтора раза больше, чем уже есть. Сегодня министр образования рассказала, как они решают проблему. Вот программу запустили правительственные акселераты, в рамках которой открыты 36 детсадов домашнего типа, где занимаются 900 детей. Также упрощены процедуры для открытия частных детсадов. В общем, перекладывание ответственности из государственных рук в частные. Надо бы это записать. Ну, а что касается действительно государственных стараний, в 2023-2025 годах планируется открытие 560 детсадов кратковременного пребывания. Это те, где дети могут находиться по полдня. Такими планируется охватить до 40 тысяч малышей. В первую очередь будут принимать ребятишек из социально уязвимых слоев. Стоит также отметить, что 2023 год скоро заканчивается. Буквально через пару недель. Но ни один ребенок садами кратковременного пребывания пока не охвачен. Сегодня на пресс-конференции министр образования коснулась и других проблем в своей отрасли. Учителей не хватает. Да ладно! В Кыргызстане есть проблема нехватки учителей. Это нужно признать. Принимая этого внимания, мы хотим создать национальный портал вакансий. Будем привлекать студентов 4-5 курсов. Они будут работать в школах с неполной системой оплаты. Чиновница также отметила, что зарплата учителей в стране выросла аж на 80%. Теперь средний оклад составляет 24 400 сумм. Что, кстати, все равно не конкурентный уровень. А студентов 4-5 курсов хотят привлекать на неполную систему оплаты. Прям ожидаю. Бешеный поток желающих. Ну а пока вернемся к холодам и к тем, кому в эту пору приходится не сладко. Этим утром также в столице в одной из многоэтажек на улице Токтон-Алии возгорели все провода электроснабжения. Ночью в одном из подъездов загорелся электрический щит, передает МЧС. Пожарные с 6 утра приступили к тушению. 60 жильцов дома эвакуировали. В 8.09 пожар был полностью потушен. В результате возгорания сгорели электрощитки в подъезде со 2 по 12 этаж. Из зоны пожара эвакуировано 60 человек. Пострадавших нет. Да, пострадавших от огня нет. Но есть целый подъезд. 60 человек, оставшихся без света, горячей воды и отопления. Все в доме работало от электричества. Все провода там сгорели. Теперь у нас не будет этой электроэнергии, пока заново там полностью сгорело все. 12 этажей, все счетчики, 44 квартиры, все провода. И как же вы теперь? Ну, у кого есть друзья или родственники, все уехали, детей все вывезли. Я, например, у подруги у своей сейчас сижу. Вот. А кто у кого некуда уехать, там им открыли в школу. Рядом у нас школа имени этого Кмайера. Им открыли там столовую, там у них более-менее тепло. Хотя школа сегодня не работает из-за мороза, все закрыли. Но охрана пустила. Там и милиция у нас была, и Аким приезжал. И поэтому людей пустили там в столовую, но чтобы просто люди не замерзли. Чтобы они там хоть погрелись, может, горячий чай попьют. Пока электричество не восстановят, для жизни квартиры непригодны. А сам этот дом, чтобы вы понимали, построен компанией KG Group. Ее руководителя Имамедина Ташева в конце прошлого месяца арестовал ГКНБ за незаконное строительство. По данным силовиков, в 2009 году он получил в Бишкеке землю под строительство детского сада. Однако вместо него на арендованном участке выросли две многоэтажки. Установлено, что несмотря на несоответствие целевому назначению, должностные лица ГУ Бишкек глав архитектуры разработали архитектурно-планировочные условия и инженерно-технические условия на строительство 12-этажного жилого дома с подземным автопаркингом. При этом должностные лица ГУ Кадастра провели процедуру выдачи техпаспорта и оформления документов. В результате противоправных действий ОСО ОСТО ПРАК незаконно построены и реализованы два многоэтажных жилых дома вместо детского сада на 280 мест. Казалось бы, факт преступления налицо. Но нет, в конце прошлой недели Ташева отпустили под домашний арест, ибо он возместил государству ущерб. На сумму 52 миллиона 400 тысяч суммов. Это 10 квартир и одно коммерческое помещение. Сейчас госстрой судится с ним и просит не покупать у него квартиры до окончания разбирательств. Вообще, ведомство даже распространило ролик, в котором указаны 38 жилых объектов в Бишкеке, с которыми оно судится и где не рекомендует покупать квартиры, если не хотите остаться ни с чем. Дом, в котором сегодня горели электрощитки, тоже в списке. Весь ролик госстроя здесь показывать не буду, но если кому интересно, заходите в наш телеграм-канал Апрель ТВ и там найдете видео. Но что же делать тем, кто уже купил квартиры в этих домах и живет, госстрой не сообщает. А тем временем 60 человек из 44 квартир в доме от Ташева остались в самые лютые морозы в бетонных коробках, непригодных для жизни. Ну а ГКНБ продолжает зелоусердно работать. И не по знакомству, как вы могли бы предположить, а вопреки тем, кто пытается подмочить им репутацию. Напомню, уже несколько дней в соцсетях показывают, что на место уволенных из пограничной службы за связи с Матраимовым и Кельбаевым людей теперь набирают людей Ташиева и президента. Так вот, это неправда, парируют в ГКНБ. Зачисления на освободившиеся вакантные должности осуществляются строго по конкурсу и резерву кадров. Зато теперь они намерены наказать того, кто распространил эти сведения. А это пользователь аккаунтов в Facebook под ником Сиит Аджикан, гражданин России Сиитбек Аджиканов. По данным Госкомитета, мужчина в настоящее время в США. Силовики называют его соратником другого активиста, телекмата Куренова. В отношении С. Аджиканова по имеющимся другим материалам по факту призыва к массовым беспорядкам на территории Кыргызской Республики проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия. Что еще сделали силовики? Грандиозно. Раскрыли убийство 17-летней давности. Речь о смерти кримавторитета Респека Акмадбаева, которого расстреляли в мае 2006 года в селе Кюкджар. Тогда по одной из версий правоохранительных органов предполагалось, что убийство было совершено одним исполнителем, который, будучи в маске, в упор расстрелял Акмадбаева из автомата Калашникова и скрылся. Но теперь, спустя столько лет, выяснилось, что убийц было несколько. Кого же обвинили? Конечно, ныне покойного Камчекюльбаева и его соратников. В ходе проводимого ГКНБ Кыргыской Республики комплекса оперативных мероприятий установлено, что убийство Р. Ахмадбаева было организовано и совершено со стороны покойных К. Асанбека, А. Анапияева, Б. Самсалиева и М. Раимбекова. В частности, ликвидацию Р. Ахмадбаева должны были исполнить все вышеуказанные участники, однако в момент совершения убийства за рулем автомашины оставался М. Раимбеков, а на заднем пассажирском сидении был К. Асанбек, который руководил происходящим процессом. В связи с чем, не дожидаясь выхода последнего А. Анапияев и Б. Самсалиев, непосредственно в упор расстреляли Р. Ахмадбаева, после чего скрылись в неизвестном направлении. Данные факты раскрыты по показаниям киллера К. Асанбекова, имя которого в интересах следствия не раскрывается. Великолепная работа, не правда ли? Виноваты, простите, покойники, поэтому и наказывать больше некого. В настоящее время ГКНБ проводит оперативно-розыскные мероприятия, намерены выявить причастность Камчи Асанбека и его ОПГ к другим аналогичным преступлениям. А еще ГКНБ недоумевает, как же так, никто до них не смог до истины докопаться. Так в пресс-релизе и говорят. Дело по неизвестным причинам до настоящего времени оставалось нераскрытым. А они смогли. Браво! Такими событиями запомнилась эта среда. Новости читайте в нашем телеграм-канале Апрель ТВ и социальных сетях. А я всех обнимаю. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok